Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие ребята, надеюсь, что наши уроки по развитию личности помогают вам развивать свою личность, раскрывать себя. Уверена, что вы внимательно меня всегда слушаетесь и стараетесь выполнять упражнения, которые вам рекомендую. Ребята, поясните, пожалуйста, такие житейские мудрости. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Под лежачий камень вода не течет. Доверяй, но проверяй. Да, все они, конечно, объясняют то, что без труда и старания, упорства и желания, работы и хорошего здоровья, знаний и навыков мы не сможем прожить в этой жизни. Не сможем себя прокормить и обеспечить, содержать семью и оплачивать свои потребности. Ребята, я вам предлагаю провести такое упражнение, которое называется «Деньги в руках». Я вас сейчас попрошу достать из кошельков имеющиеся у вас деньги. Достали? Возьмите их в руки. Что вы испытываете? Исследуйте свои ощущения. Разложите их на столе. Посмотрите на них. Рассмотрите каждую купюру, надписи, гравюры, способы защиты. Потрогайте их. Что нового вы заметили? Ощутили? Посмотрите на деньги теперь, как на произведение искусства. Ведь это действительно так. А что вам нравится? Что вам не нравится? Теперь еще раз внимательно посмотрите на них, подумайте, а что вы можете купить на них? Какой доход могли бы приносить эти деньги, если их выгодно вложить? Что вам приятнее, покупки или вложения? А что вам приятнее, обладание вещами или получение регулярного дохода? Исследуйте свои соображения и поделитесь ими. Да, деньги – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы тратим наше время, силы и здоровье, зарабатывая их. Всем нам свойственно искать финансовую стабильность. Только кому-то это удается, а кто-то никак не может вылезти из долгов и кредитов. А давайте мы с вами проверим, какие у вас отношения с деньгами. Итак, ребят, перед вами 4 изображения кошелька. Выберите, пожалуйста, тот из них, который больше всего по душе. Не включайте логику, просто доверьтесь интуиции. Если вы выбрали, то первый кошелек обозначает, что вам хочется, чтобы все денежные трудности решались сами, собой. Подобная легкость отталкивает от вас денежный поток, и мечта о нескончаемом притоке денег остается нереализованной. Вы даже иногда чувствуете ненависть к деньгам. Постарайтесь научиться разговаривать с деньгами на одном языке. Только уважительные отношения к деньгам и умение их тратить и планировать свой бюджет станут залогом процветания. Если же вы выбрали второй кошелек, то это означает, что вы умеете планировать свои траты. Вы верите в большую силу денежных средств и испытываете к ним глубокое уважение. Сложность только состоит в том, что вы не умеете получать удовольствие от того, что они есть. Однако, чтобы становиться более состоятельным, необходимо уметь поддерживать этот баланс. Положительные эмоции, связанные с наличием денег и самовозможность распоряжаться своими средствами, осуществляя свои желания, это то, что вернет гармонию в финансовую среду и притянет финансы именно в вашу жизнь. Кто же выбрал третий кошелек, это значит, что вы любите тратить, но не приучены зарабатывать. Вы несколько обеспечены в отношении денег и денежная энергия обходит вас стороной, поэтому вам не хватает стабильности и уверенности в грядущем дне. Научитесь общаться с деньгами по их правилам, овладейте финансовой грамотностью и планированием. Ну и кто выбрал четвертый кошелек, то над вами постоянно витает денежная аура. Вы знаете подход к деньгам и вместе с тем получаете удовольствие, тратя их. Ваши деньги находятся в укромном месте, а не валяются где попало. Подумываете об увеличении капитала? Тогда вам следует обратить свой взор на тех, кому нужна ваша помощь, и не заметите, как ваши финансы пойдут в гору. Да, денежный вопрос – один из самых главных в жизни. И сегодня тема нашего урока – источники дохода от трудовой деятельности и самоуважения. Многие люди живут от полочки до полочки, чувствуя себя богачами в первые дни зарплаты, а потом сидят без гроша в кармане. Другим удается укладываться в зарплату без особых невзгод и огорчений. Третий – тратят деньги даже больше, чем зарабатывают, и в конце месяца накапливаются долги. У четвертых даже получается что-то откладывать, хотя и у них совершенно средний заработок. Денежные затруднения возникают у людей из всех социальных групп. Финансовые проблемы богатых людей касаются больших денег, хотя коренные причины их проблем подобны тем, с чем сталкиваются менее преуспевающие люди. Деньги сами по себе не составляют проблемы. Деньги необходимы, чтобы удовлетворять личные нужды. Проблемы возникают в связи с некоторыми особенностями наших установок в отношении денег и нашего неумения управлять ими мудром. Деньги – это особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом стоимости других товаров и услуг. Деньги могут быть как физическими, так и всего лишь записью на счету. Они необходимы нам, чтобы удовлетворять основные нужды, несмотря на то, что у большинства из вас нет еще больших сумм денег. Правильные привычки в отношении денег, сформированные в юности, будут очень хорошей заявкой на успех. Поэтому сегодня мы с вами поговорим, как же правильно распоряжаться деньгами. Но сперва я вам предлагаю выполнить небольшое упражнение с шуточным названием «Угадай, где я живу». Ваша задача – назвать страну денежной единицей. Итак, гривна – это денежная единица страны Украина. Юань, Китая, Йена, Япония, Рубль, Россия, Шекель, Израиля, Крона, Чехия, Афгани, Афганистан, Реал, денежная единица страны Бразилия, Тенге, Казахстан, Тугрик, Монголия, Злотый, Польша. Молодцы! Вы справились с этим заданием. Мир денег – удивительный и необычный мир. Из-за его внешней простотой и бытенностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. Человечество всегда уделяло и уделяет теме деньги большое внимание. Но не надо преувеличивать роль денег, не надо превращать их в единственную цель в жизни. А как вы думаете, что необходимо, чтобы правильно распоряжаться деньгами? Первое – необходимо научиться вырабатывать правильное отношение к деньгам и материальным благам. Если посмотреть, как человек обращается к деньгами, можно понять его систему ценностей. Не все можно купить за деньги. Можно ли купить искренность, верность, любовь, преданность? Тот, кто выбирает материальные, как мирила всех вещей, рискует гнаться за пустотой. Во все времена людей впечатляла мысль о возможности быстро разбогатеть, причем с наименьшими усилиями. Но тот человек, который в одночасье становится богачом, так же быстро и расставался с ним. Недостаточно приобрести большое богатство, его нужно сохранить и приумножить. Поэтому надо найти свое призвание в жизни, посвятить себя тому, чтобы качественно работать и наслаждаться результатами своего труда. Твое богатство будет выражаться в деньгах, в общественном признании, в уважении или преданности коллег. Любой труд, который делается от души, приносит богатство, вот только оно измеряется разными ценностями. Предпочтение духовных ценностей, материальным, это не означает пренебрежение материальным благам. Если ты хочешь правильно распоряжаться имуществом и даже приумножать его, береги то, что же у тебя есть. А теперь подумайте и скажите, пожалуйста, какие черты характера человека помогут ему правильно вести бюджет, а какие будут мешать? Помогут хозяйственность, бережливость, экономность, трудолюбие и терпеливость. Будут мешать расточительность, щедрость, безрассудство, безответственность и лень. Второе правило. Научиться планировать свои расходы. Залог спокойной финансовой жизни – наличие бюджета. Слово «бюджет» в мозгу многих людей ассоциируется с долгосрочной перспективой, с большими корпорациями и миллионов долларов. Но бюджет – это всего лишь установление суммы, больше которой нельзя тратить без ущерба для своих финансов и контроля расходов. Наверняка вы пытались составлять свой личный бюджет и через некоторое время прекращали это занять. Почему? Во-первых, потому что не знаете, с чего же начать, чтобы составить бюджет. Во-вторых, введение бюджета по стандартным методикам занимает много времени или сложно в реализации. Существуют различные подходы к составлению личного или семейного бюджета. Я вам предлагаю один из них. Он называется «Метод четырех конвертов». Итак, порядок действий по составлению и выполнению бюджета следующий. Сначала вы подсчитываете общую ожидаемую сумму доходов. Вы читаете из нее деньги на инвестиционные цели и на крупные покупки. То есть это где-то ваши 10-20%. Из остатка вы читаете деньги на регулярные расходы. Оставшуюся сумму делите на четыре части, то есть по количеству недель в месяце. И у вас получается четыре конверта на каждую неделю. Теперь вы тратите деньги из недельного конверта на то, что вам необходимо – питание, транспорт, развлечения. И пытаетесь не выходить за рамки бюджета. Третье правило – научиться тратить деньги правильно. Мы привыкли думать, что если не хватает денег на ту жизнь, которую хочется вести, значит надо больше зарабатывать. Но на самом деле, сколько бы денег ты не зарабатывал, все равно тебе будет не хватать. А другие люди будут иметь все желаемое, зарабатывая меньше всего. Как же научиться правильно тратить деньги? Нужно записывать свои покупки. Начиная с самых мелких и заканчивая крупным приобретением. Чтобы не задавать себе потом вопрос, куда же делись деньги. Желательно ввести записи регулярно, а потом подсчитывать, сколько денег тратится на ненужные вещи и в будущем избегать подобных покупок. Выберите удобное приложение в мобильном телефоне и фиксируйте свои расходы. Не делайте импульсивных покупок. Это явное проявление доминирования желания над разумом. Если вы не планируете покупку или в ней нет острой необходимости, или она не соответствует вашему бюджету, тогда откажитесь от нее. Не жалейте времени на поиски. Если необходимо сделать покупку, обойдите ряд магазинов. Сравните цены, узнайте особенности, отзывы и тогда ее совершайте. Храните деньги на банковской карточке. Нося деньги в кошельке, искушение потратить их больше, чем в случае, когда они находятся на карточке. Экономьте на вредных привычках. Бросьте курить, выпивать, питаться в забегаловках. Замените поездки на автомобиле и ездой на велосипеде. Заведите копилку. Участвуйте в благотворительности. Отдавая часть заработанных денег, мы становимся богаче. Главное, отдавай деньги в ту область, где ты хотел бы помогать. Ребят, предлагаю вам небольшой тест, который покажет нам, умеете ли вы правильно тратить деньги. Когда вы будете давать ответ «да», начисляйте себе 2 балла. А если у вас будет ответ «нет», то он будет стоить вам 0 баллов. Итак, вы готовы? Тогда давайте отвечать. Вы нередко злитесь на себя за то, что купили ненужную вещь. Да или нет? Отвечайте. Второй вопрос. При этом вы никогда не сдаете обратно то, что купили. Третье. Нередко вы используете поход в магазин для поднятия настроения. Да или нет? Четвертое. В магазине у вас настолько разбегаются глаза, что вы не знаете, что же вам купить и часто делаете покупку на УБУ. Пятый. Вы уже неоднократно давали себе слово, что больше не будете делать незапланированные покупки и все же нарушаете его. Шестой вопрос. Бывали случаи, что вы тратили чужие деньги, потому что не могли остановиться. Седьмой. Когда у вас много свободного времени и или просто скучно, вы прежде всего отправляетесь делать покупки. Восьмой. Часто ли бывает, что вы приходите в магазин купить одно, а вместо этого приобретаете совсем другое, и потом эта вещь оказывается ненужной? Девятый. Идя по улице, вы нередко заходите практически в каждый магазинчик, и это обычно выливается в трату денег. И последний вопрос. Часто ли вас мучает чувство вины, что вы снова потратили на себя слишком много? Ребят, суммируйте, пожалуйста, теперь баллы и ознакомимся с выводами. От нуля до шести баллов можно сказать, что если на все вопросы теста вы отвечали не кривя душой, то вы свободны от магазинной зависимости. Делайте покупки с удовольствием. У кого же от 8 до 12 баллов, в определенной степени у вас есть склонность к беспорядочным покупкам. Возьмите на заметку, если придя в магазин, вы понимаете, что то, о чем вы так мечтали, вам на самом деле и не нужно, а хотите вы купить совсем другую вещь, на которую упал ваш взгляд. Найдите в себе силы уйти из магазина. Не переживайте, не всегда вы вернетесь через несколько дней. Если вам действительно очень-очень сильно хочется именно эта вещь, вы ее приобретете. Принцип «куплю, но не сейчас» весьма эффективен. Тщательным образом планируйте свои покупки и не давайте себе скучать. Ну а кто набрал от 14 до 20 баллов, похоже, вы увлеклись. Принимайте меры. Если надо что-то купить, особенно дорогостоящее, берите с собой подругу или друга. Этот человек будет вас отрезвлять. Никогда не ходите в магазин в день зарплаты. Если вы собираетесь делать необходимые покупки, напишите список и возьмите ровно столько денег, сколько нужно. Постарайтесь найти себе приятное занятие, которое будет иметь строгий режим и ему следуйте. Ну что ж, настало время поговорить о финансовых целях. У вас, у многих есть мечта приобрести телефон, компьютер или другую технику, съездить куда-то, попробовать необычный опыт. Но немногие эту мечту делают целью и реализовывают ее. Что же такое финансовая цель? Это мечта, которая выражена в денежном эквиваленте и есть план по ее достижению. Например, кто-то хочет приобрести автомобиль после окончания вуза, чтобы сделать эту целью. Необходимо знать, сколько именно денег тебе нужно, как ты планируешь получить необходимую сумму, сколько нужно будет экономить и к какому времени у тебя будет необходимая сумма. Сейчас я предлагаю вам подумать о такой цели для себя. Вместе мы попытаемся наметить план по ее реализации. Итак, моя финансовая цель в реальности. Моя финансовая цель – собрать такую-то сумму на такую-то цель. Второй шаг. Обязательно определите источник, из которых ты планируешь получить деньги на осуществление своей мечты. Подумайте, доступны ли тебе эти источники, достаточны ли денег, которые представляют тебе эти источники. Третий ваш шаг. Составьте свой бюджет, используя метод 4 конверта. Используя этот метод, он поможет вам увидеть регулярные расходы, крупные покупки и плюс, конечно, использование 4 недель. Четвертый шаг. Составь график накоплений на твою финансовую цель. Сумма, которую ты будешь собирать в неделю, в месяц, в год, приблизительно дата реализации цели. Ну и пятый ваш шаг будет. Вы должны будете обязательно подумать над мотивацией и стимулом. Что будет мотивировать тебя и поможет не отступать даже в сложные моменты. Ребят, задумайтесь. Деньги нужны для того, чтобы без них обходиться. Да, мечты есть у каждого, но немногие переводят их в конкретную цель. Даже если на данный момент у кого-то совсем немного денег, постарайтесь планировать свою финансовую задачу и стремиться ее реализовать. Мы говорили сегодня о деньгах. Отметили три важные вещи. Во-первых, нужно выработать правильное отношение к деньгам. Во-вторых, нужно уметь планировать свои расходы, то есть составлять бюджет. И в-третьих, нужно уметь тратить деньги. Ребят, для вас был познавательный этот урок? Что вы узнали? Что поняли? Какие выводы сделали? Помните, деньги необходимо воспринимать не как цель, а как средство достижения цели. Культура общения с деньгами – это часть общей культуры человека. Вам уже сейчас стоит серьезно задуматься над тем, откуда берутся деньги. А что же касается непосредственного бюджета, то хочется сказать еще одно. Он в разные годы жизни будет у вас разный. Разными будут потребности. Редко даже самые обеспеченные семьи проживают, не познав финансовые трудности. Только не надо из этого делать трагедию. Деньги определяют многое в нашей жизни, но, к счастью, не все. Самое главное – научиться посредством на деньги, что заработанные честным трудом, жить. И при этом не страдать, что не все покупки по карману. Если счастье не ставить зависимость от материальных благ, если видеть главную ценность не в деньгах, а в теплых, сердечных отношениях, то они окажутся важнее любых приобретений. И в заключение хочу привести вам еще одно высказание древнегреческого баснописца Изопа. И прошу вас подумать над ним. Старайтесь быть разумным, а не богатым. Богатством можно лишиться, а разумность всегда с вами. Спасибо, что вы были вместе со мной, за то, что вы были такими старательными и внимательными. Я говорю вам о до свидания. Берегите себя. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова